Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас на одном из современных календарей 8 июня 2016 года среда. А по более старому, по одному из более старинных, 18 день, месяц ветров, 7524 лета, шестица. И по одному из календарей сегодня отмечается День Мудрости Будха, с чем я вас и поздравляю. Итак, мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме. Новая сессия Славянского Ведического Культурного Центра «Слово» и главный соведущий Ари Свет Сергей Павлов. Прошу любить и жаловать. Здравия тебе, Сергей! Здравия, Алексей! Здравствуйте все уважаемые мной радиослушатели! Ты так хорошо, конечно, начинаешь здороваться, приветствуешь, но прежде чем начать тебя пытать по этой теме, ты мне ответь, почему каждый раз свой эфир желаешь начинать не в 20.00 по Москве, а в 19.30 по Москве? С чем это связано? Это какие-то там звездные сплетения или, может быть, что-то еще? Ну, все на самом деле очень просто. Я стараюсь придерживаться нашего ведического времени, а у нас сутки начинаются в 18.00 по-современному, и в аккурат, как раз по окончании первого часа, оно кончается в 19.30, предлагаю свои, так скажем, эфиры именно с этого времени наводить, то есть с нового часа. Ну, ты-то и живешь, ладно, понятно, по часам, стараешься жить по нашим древним часам, но большинство-то людей привыкли к 20.00 и как бы не читают, тем более ошибочки там иногда вкрадываются, когда автоматом из одного эфира что-то переносится, там где-то то 20, то 19.30, и вот эти вот мелкие какие-то путаницы, они иногда слушателей повергают в шок. Как? Эфир уже идет? Уже полчаса! Ну да. Ладно, хорошо, еще тогда тоже так, для затравочки, пока народ там у нас собирается, я хочу еще вот тоже с тобой чуть-чуть так обсудить, до того, как мы главную тему начнем. Вот сегодня лазил по нашему ютубовскому каналу, смотрел комментарии, и там натолкнулся вот совершенно в свежем нашем выложенном эфире, в свежей записи, такое сообщение. Ну что же вы такие длинные эфиры-то делаете? Ну три часа, ну невозможно же слушать, жить-то когда? Да, это же что такое? И кто-то там внизу еще подписал. А я говорил раньше, когда еще у них два часа были, что это уже много. Ребята, типа вы там с ума сходите, такие длинные эфиры, кто будет слушать. Вот как ты думаешь, а что можно ответить таким слушателям, зрителям нашего ютуб-канала, которые с таким недовольствием пишут такие комментарии? Поскольку мы сейчас к теме обучения подходим, то вот, наверное, как-то с этим можно связать. Ну каждый имеет право налево. По-моему, если человек сам регламентирует свое время, сам он устанавливает для себя определенный ритм жизни, определенный темп. Свой ритм, свой темп. И он, естественно, старается в нем находиться, в этом ритме. И поскольку сегодня у современного человека, особенно городского жителя, темп он такой достаточно интенсивный, и само число 2-3 часа, это, конечно, что-то. Ведь если, к примеру, эти 2-3 часа выделить, там, ну не знаю, на поход в театр, или там на поход на прогулку какую-то, то это уже серьезное, так скажем, вложение временное в распорядок дня. То есть это просто показатель, с моей точки зрения, тех людей, которые ведут достаточно интенсивный образ жизни. Спрашивают, когда они жить. Ну, когда хотите, друзья, тогда и живите. Ведь, в конце концов, жизнь, она ведь не состоит из каких-то отметок, особенно временных. Жизнь, она постоянная. Вот сейчас занимаемся одним, через какое-то время занимаемся другим. Если мы будем себя загонять в расписание какое-то, то мы уже становимся зависимыми от расписания, а не от того природного процесса жизнедеятельности. Если человек, который начинает прослушивать эфиры славянского радио, такие длительные, которые ведет интенсивный образ жизни, его, безусловным образом, как бы ритм его замедляется, он больше успокаивается, они релаксирующую функцию выполняют. И потом, конечно, включиться опять в интенсивную какую-то деятельность достаточно сложно. Ну, а если говорить еще о нашей многочасовой поясности нашей страны, то, собственно говоря, сейчас на Урале уже плюс 2 часа, в Сибири плюс 4 часа и так далее. Ну, друзья, хороший способ, очень многие им пользуются. Я иногда им пользуюсь. Скачивайте эфиры после того, как они уже состоялись. Слушайте в машине. Хорошо. Я от себя тоже добавлю. Вот если вы сталкиваетесь в своей жизни с чем-то важным для вас, помогающим вам в чем-то разобраться, сделать жизни лучше, помочь сделать жизнь лучше для окружающих, для своей державы, для своего народа, для своих родов, вот тогда неважно, сколько это времени занимает. Два часа, десять часов или всю жизнь. Этим вы будете заниматься. Это вы будете внимать. Это для вас будет целью вашей жизни, чтобы узнать, поведать и потом дальше применять. Если же вы наталкиваетесь на какую-то даже минутную ерундовину, которая ничего не дает вашей жизни, абсолютно никаких не приносит плюсов для вашей жизни, для жизни ваших окружающих людей, для ваших родов, для вашей державы, то в этом случае и даже минуточку эту, наверное, потратить смысла не имеет на это. То же самое, таким же успехом можно прийти, например, в школу и заявить, а почему вы 11 лет преподаете? Дайте мне все за один год. Я не хочу 11 лет учиться. Или прийти в университет, сказать, ребят, ну 6 лет здесь у вас торчать, пылиться, а жить-то когда? Дайте-ка я вот за полгодика мне дать самое основное, дипломчик вручить, и дальше я буду. Или придет какой-то человек учиться токарному искусству, столярному искусству или, может быть, боевому какому-то искусству. И также подойдет к мастеру, скажет, похлопает его так дружески, по плечу скажет, слышишь, брател, ты меня как бы так 20 лет-то не учи, не терзай, и ты меня мастером сделай за 5 минут. Вот надо понимать, что плохое, оно внедряется в наше сознание очень быстро. До этого надо просто расслабиться, довериться глупости, и она войдет. И не важно, сколько это плохое будет, главное, что оно уже посеяно. А вот хорошее – это как роза, как растение культурное, которое в конечном итоге должно дать или радующий глаза цвет, или хороший урожай, который вас будет кормить потом. И за ним надо ухаживать. Так что вот такая ситуация, на мой взгляд. И еще же, никто же вас не заставляет что-либо слушать, если по каким-то причинам вы считаете, что это вам не надо. Но если вы пришли, ну, значит, что-то вас сюда привело. А уж продолжительность, уж извините, зависит не от меня. Она зависит от того, кто излагает тему. Зависит от того, кто говорит. Ну, не могу же я на полусловие человека оборвать и сказать, слушай, тут вот в 10 минут мы не уложились, у тебя, я понимаю, там еще на 3 часа или там на 10 часов информации полезной, нужной, практики какие-то. Ну, прервем их давай, вот 10 минут мы с тобой поговорили, попрощаемся, разбежимся. Ну, это так была затравочка. А теперь мы переходим уже к теме новой сессии Славянского ведического культурного центра слова. И один из преподавателей, организатор этого всего направления, Ресвет Сергей Павлов. Итак, Сергей, мы с тобой встречались. В прошлый раз говорили про то, что ожидалось сессия, недалеко от Москвы, а вот эта сессия уже как-то подальше от Москвы будет. Вот давай, наверное, мы расскажем, что же такое за сессия, в каком ключе она проходила та, что проходила, и в каком ключе будет та, что ожидается в ближайшее время. Так, чтобы нашим радиослушателям стало понятно, о чем вообще идет речь, и стало понятно, слушать дальше или не слушать. Ну, хорошо. Я, в принципе, немножко по-другому хотел плану пойти. Ну, давай по этому. Ну, ты можешь изменить план, пожалуйста, давай я под тебя подстроюсь. Ну, я, в принципе, сейчас хотел в начале нашей встречи кратко рассказать о Центре. Вот абсолютно кратко, поскольку информации уже достаточно, но, может быть, кто-то впервые подключился. Вот. А потом рассказать о том, что у нас уже есть, то, что у нас было и то, что у нас будет. Хорошо. Это никак не противоречит тому, что я сказал. Давай начнем с Центра, потому что так или иначе же Центр устраивал и устраивает эти сессии, и поэтому не грех будет лишний раз, и даже не лишний раз, а в очередной раз об этом поговорить. Добре. Итак, мы, команда единомышленников, очень долго к этому шли и пришли. Организовали славянский ведический культурный центр, назвали его Слово. Целью которого является, вот основной, как бы доминирующей целью, является помочь человеку оказать помощь в обретении своей самостоятельной жизненной позиции на основе наших древних русских ведических знаний, в том числе родовых, для приумножения добра. Поскольку в основе всего нашего общества лежит род, и никуда мы от этого не денемся, мы появляемся на этот свет благодаря папе и маме, и они появились тоже благодаря своим папе и маме, поэтому основная задача, одна из основных задач, как это сказано во многих духовных учениях, это плодиться и размножаться, то есть продлевать свой род. Поэтому родовые наши связи, связь с нашими потомками и связь с нашими предками, они являются основополагающими, они являются основообразующими, это тот фундамент, на котором мы строим свою жизнь, вот, ну, каждый в свое время, в своем месте. Поэтому вот эта основа всего заложена в наших целях, вот, именно помочь человеку обрести свою самостоятельную жизненную позицию. Сегодня, к сожалению, может быть, к счастью, огромное количество информации, которая льется на нас из всевозможных мест, вот, куда бы мы ни пошли, где бы мы ни находились, везде на нас, так или иначе, оказывает влияние информация. И информация эта, как это ни странно, она совершенно не способствует нашей, вот, природной, что ли, жизненной, вот, этой позиции. Нас эта информация мотивирует на то, чтобы мы что-то отдали, то есть, какие-то свои ресурсы, взамен на какие-то услуги или там более какую-то важную информацию. Либо мы стали что-то потреблять, опять же, взамен отдавая наши ресурсы. И вот в этой игре современного мира очень многие люди ну, как бы затерялись, что ли. и их самостоятельная жизненная позиция в обществе ну, не воспринимается как важной. А человек, он он внутри очень ранимый, очень недоверчивый, наверное. А вот так ли я вот вообще живу-то? Так ли я вообще что-то делаю? И спросить не у кого. Вся литература на сегодняшний день, которая является популярной, интересной, привлекательной, она на эти вопросы, вот очень важные для человека вот эти вот очень интимные вопросы, она не дает ответа. Она не дает ему по своей сути той уверенности в самом себе. То есть, то, что раньше было у нас в родах, в семьях, совсем недавно, вот буквально лет сто назад, даже может быть меньше. Ну, до начала второй половины двадцатого века. То есть, это еще было. Именно та уверенность вот в себе, которая в человеке была как основа, эта уверенность воспитывалась в человеке, в семье. Да, не всегда это было приятно, так скажем, но задачи, которые решали наши предки, воспитывая свое потомство, она была именно такая, чтобы человек был самостоятельный, твердо стоял на ногах и смог отвечать за свои поступки и не перекладывать ни на кого ответственность. То есть, быть готовым, способным решать любые жизненные задачи, которые бы перед ним не возникли. На сегодняшний день вот этой основной вещи, вот этого основного стержня, к сожалению, не хватает. Поэтому мы со своей стороны очень хотим помочь людям, чтобы они проявили свой вот этот стержень, свой вот этот дух, который пока что не может проявиться в том, так скажем, качестве необходимом, чтобы человек действительно верил в себя. Верил вот как уверенность, вот как незыблемая вот такая вот вера, которая, ну, которую ничем не перешибешь. А получить эту веру в самого себя можно только безусловно пройдя какие-то испытания, пройдя какие-то жизненные уроки. а можно это получить с помощью обучения. То есть, через раскрытие чувственного восприятия иного отличного от того, что мы привыкли в поседневности, то есть, иного чувственного восприятия мира и себя в этом мире. То есть, почувствовать вот, что называется, всей своей кожей, всей своим десятистолом. а что вот это или это на самом деле означает и чем это является. Поэтому центр наш был создан и уже мы имеем опыт, то есть, мы уже, так скажем, провели для вот средней полосы, то есть, для людей, которые откликнулись на наш призыв, людей, которые захотели принять участие в этом обучении, в поиске самого себя. И мы, собственно говоря, уже провели первую сессию вот в средней полосе, это было в апреле. К сожалению, видеоматериал, который мы записали вот как отчет, пока еще не готов по абсолютно объективным причинам. Поэтому в самое ближайшее время мы его покажем народу, что у нас было, как это было, и ну, вы сами оцените, что это такое. Вот. Люди, которые приехали на это мероприятие, люди приехали действительно хотящие получить вот то недостающее вот для мировосприятия нового. Вот хотели получить, они были готовы, то есть, они не пришли вот с такой целью, вот как на концерт обычно люди ходят, развлечься или порадоваться, или, может быть, так вот, на трагедии ходят в театр, то есть, попечалятся. Люди приехали для того, чтобы поработать. То, что делает центр, это работа человека самого с собой, но как бы вместе в едином коллективе. То есть, каждый человек помогает друг другу своим усердием вот в этом общем процессе. Это сложно, наверное, сказать словами, вот, в этом надо просто участвовать. Именно поэтому невозможно вот этот процесс обучения проводить удаленно, я имею ввиду через интернет, через вебинары. Это только личное присутствие. И все, кто учился у нас на первой сессии, проходил обучение, они подтвердят эти слова вот со своей стороны, что никакого соответствия, соотношения вот нет между просмотром видеоматериалов или участием в вебинаре с тем, что вот было на самом деле, что называется вживую. То есть получается, что видео это всего лишь новостей, ты правильно сказал, отчет. Можно понять, что происходило, но уловить всего невозможно, здесь необходимо общаться. И вот тут будет тебе вопрос, а что же там такое интересное происходило, такое, что видеотехника и аудиотехника не могут передать, но это потом когда-то же закончишь. Хорошо. Я немножко продолжу про центр. То есть в принципе все цели и задачи мы опубликовали на всех возможных наших ресурсах. Те цели задачи, которые мы ставим перед собой. И хотел бы обратить внимание на одной вещи. У нас их девять целей, задач основных. Но хотел бы обратить именно на основную вещь. То есть человек на сегодняшний день привык доверять исключительно своему своему уму. И все, чтобы он не делал с точки зрения принятия каких-то решений или выстраивания своего отношения к чему бы то ни было, к событию, либо к человеку, либо вообще к миру, все равно идет через ум. И нас так воспитывали, нас так учили, мы в этом живем, и это собственно неплохо, но это недостаточно. Дело в том, что ум это всего лишь навсего часть нашего физического тела. Как говорится, из праха пришли и в прах уйдет. То есть ум, отсюда слова уметь, умение и прочие вещи. То есть это все, что идет от ума. Это безусловно необходимый инструмент нашей жизнедеятельности для того, чтобы мы жили, взаимодействовали, умели творить, умели любить, умели чувствовать. Все равно ум здесь задействован, но полностью стопроцентное доверие уму это на самом деле не совсем рационально, даже с точки зрения ума. Дело в том, что мы состоим больше, чем из физического тела. И у нас есть еще два очень мощных инструмента, которые, к сожалению, на сегодняшний день современный человек ими не пользуются. Это душа и дух. Так вот, мы начинаем обучение именно с того, что мы активируем душу. То есть мало объяснить уму, что такое душа. Надо почувствовать, надо самому проявить в себе вот это знание о душе. Что это такое на самом деле? Не объяснять ее умом. Ум его задача все объяснять. А вот у души задача все чуеть, чувствовать. И если человек начинает чувствовать все и вся, это совершенно новый скачок, совершенно новый опыт восприятия мира, который безусловно влияет на более верные решения, на более верные отношения к тому, что происходит как в собственной жизни, так и во внешней среде. И благодаря душе человек может увидеть, почуять и осознать и прояснять то, что до того момента, когда он душой не пользовался, объяснить было невозможно. Как одно из очевидных преимуществ человека, умеющий пользоваться душой, это обмануть его сложно. Обмануть его в разговоре или каким-то рекламным постером или фильмом, или даже очень сильной психологической, психологически хорошо построенной манипуляцией, манипуляцией, вот этими технологиями, которые сегодня используются, ну, так скажем, в книгах и фильмах. То есть элементарная вещь, казалось бы, но она очень эффективна. Поэтому я думаю, что абсолютно каждый человек, который действительно хочет духовно развиваться, он все равно не перескочит душу. И к сожалению, а может быть и к счастью, но на сегодняшний день про душу ничего нигде не сказано с точки зрения практики. А что это такое и что с ней делать. Очень много говорится о духе, о духовности, а вот о душевности и о душе практически ничего нет. И перескочить вот эту стадию душевности и развивать себе духовность, это все равно, что накачать одну руку, а другую не накачать. то есть негармонично все это будет. Потом без чувственного восприятия мира невозможно воспринимать чисто и искренне то, что мы называем духовным планом. Отсюда часто распространенный вопрос, который абсолютно все люди, ну так скажем, умные, рационально мыслящие, логические мыслящие, любящие анализировать и синтезировать, задают очень частый вопрос. Когда идет какая-то духовная практика, то есть человек входит в связь с каким-то тонким планом, с какими-то структурами вплоть до божественных, задает вопрос, а ты уверен, что ты разговариваешь именно с тем, с кем ты разговариваешь или взаимодействуешь? Вот этот вопрос просто характеризует как раз умение человека чувствовать. Если человек чувствует, значит он верит и нисколько не сомневается, что вот данный разговор, данный диалог, данная духовная практика, она именно с тем, с кем он в данный момент считает, что он разговаривает ты или взаимодействует. И объяснить это словами, объяснить это мыслями крайне сложно, особенно если ты их не умеешь отличать. А отличать мысли можно только чувствованием. То есть каждая мысль, она имеет свою вибрацию, свою какую-то энергетику неповторимую, уникальную. И если не развить в себе вот этот инструмент как душа, то духовные практики, которые на сегодняшний день достаточно хорошо всем известны, я имею ввиду и религиозные в том числе, они не дадут того результата, той целостности и той самостоятельной жизненной позиции, на которой раньше наши предки достаточно твердо стояли. Алексей? Да, ты так остановился резко. Я остановился. Ты хотя бы стоп-огни включи, чтобы сигнал там как-то, чтобы я видел, что можно останавливаться, будешь, и можно что-то говорить, обгонять. Хорошо. Ну, что ж, так ты развернуто дал, прям выдал. Хорошо, но я возвращаюсь к тому вопросу. Что же такое происходит на занятиях, если видео-аудиотехника не могут передать всего того, что происходит на занятиях? Да ничего особенного не происходит, все происходит ровно столько же, сколько происходит на том, что мы видим на видеоуроках, только отличие в том, что человек, находящийся непосредственно в этой работе, он включает все свои органы чувств, которые есть. запахи. А когда мы смотрим видео, возьмем любой фильм, мы же не можем передать через видеоматериал запахи, мы же не можем передать через видеоматериал тот трепет, тот как бы это назвать, у человека от работы пошел под по лбу, и ты это видишь, что он трудится, и он реально трудится. А как это по видео передать? Вот это пыхтение вот этого человека, вот это его дыхание, его или он замирает, или он наоборот начинает пыхтеть, это невозможно передать по видео, а это все... Да ладно, невозможно, ну ладно, невозможно, просто поднес микрофон к арту, там, дышите глубже, проезжаем Сочи, да, крупный под такую каплю на лбу нашел, и так держишь ее в кадре секунд 10, так что все поняли, или кто-то там раздуваться, как жаба такая начала в все стороны, как рак покраснел, вот народ пыхтит, вот старается, потеет за вас, за всех, почему же все можно передать? Ну, можно, но ведь вопрос опять же... А запахи можно тоже передать, например, давать титры, а вот тут, пожалуйста, снимите ботинок и насладитесь ароматом, к примеру, да, но почему бы нет, а вот тут, пожалуйста, фиалочку поставьте под нос, а вот тут борщ, например, по такому-то рецепту, и все, и запахи тоже будут переданы. Если к этому относиться именно как представление, как зрелище, то можно постановку сделать абсолютно любую. Значит, все-таки можно передавать? Ну, я же не говорю, что не можно передавать, я просто говорю, что толку от этого не будет никакого, вот именно толку. Посмотреть это можно, можно даже где-то кайфануть, можно, ну, выразить свое ню, вот, но пережить вот это все, то есть, вот раскрыть свою душу, вот это все почуять и вот эту многомерность ухватить не получится. Это вот все равно, что смотреть футбол по телевизору, смотреть футбол, допустим, в каком-нибудь клубе там с друзьями и смотреть футбол на стадионе или самому играть в футбол. Понимаете, это абсолютно разные вещи, абсолютно разные вещи. Самое низкое, так скажем, эффективное, это посмотреть по телевизору, а самое высокое эффективное, это самому поиграть. Поэтому способов достижений будет много. Если мы хотим получить серьезный результат, вот именно самообразование, ну, образование, это вообще самообразование, это масло масляное, да, то есть образование, это внутренний процесс, сам себя образовываешь. Вот если мы хотим действительно образовываться, здесь только личное спортивное участие, больше тут ничего быть не может. еще момент какой, это вопрос этический, если все касается видео. Одно дело, когда просто преподаватель находится, ну, так скажем, в объективе камеры, а другое дело, когда находятся все. Поскольку уроки, которые у нас проходят, они проходят именно совместно, то есть все вместе, и каждый человек, ну, как бы лично в этом принимает участие, и он понимает, что если его покажут в эфире для всех, то есть он, не каждый человек с этим согласится. И, опять же, человек, не имеющий опыта, так скажем, вот этой публичной, вот эти вещи, он даже скажет, может быть, я соглашусь, чтобы меня показали, но он уже будет работать не для себя, что называется, а на камеру. То есть где-то ну, не быть, не отдаваться до конца, что ли, где-то сдерживаться, ну, что называется, делать видимость, что у меня все получается, вот в ущерб. Ну, так мы устроены, это нормально психологически для каждого. Просто не каждый человек, он публичен, большинство людей не хочет публичности, а как это можно публиковать для всех? Именно поэтому вот эта основная причина, которая нас, в общем-то, сподвигла на то, чтобы мы были, что называется, передвижной группой. То есть люди в силу своей занятости, поскольку основная масса людей, которые, ну, у нас была на первой сессии, это люди уже, так скажем, состоявшиеся, люди имеющие какое-то постоянное место работы, какое-то даже свое дело, то есть, которые, ну, несут ответственность за то, что они делают и перед работодателями, и перед работниками, и перед семьей, перед своей. То есть, они не могут вот так вот, как сказать, взять, и, как этот, крокодил Данди в фильме, в известном, пойти погулять на два года. То есть, у них есть определенный ритм жизни, который надо соблюдать. Они, естественно, хотят развиваться, но выкрадывают, выискивают для себя время для того, чтобы уделить этому процессу обучения максимум из того, что они могут выделить. Поэтому вопрос расстояния, то есть, добраться до места проведения сессии, он является, на самом деле, очень объективным. И с точки зрения времени, и с точки зрения, собственно денег, поскольку у нас сегодня транспорт наш, не то, что стоит в советское время, скажем так, мягко. Вот. Поэтому мы, ну вот я, в частности, был в феврале в Челябинске, ну, на Урале, в Шадринске. Мы вот, благодаря, так скажем, вот этой моей поездке, те люди, которые приходили, предложили, а давайте мы проведем эту сессию, ну, вот у нас на Урале. И в качестве предложения был избран именно Аркаим. То есть, наш древний город, та стоянка древних людей, та энергетика, которая там есть. Я, честно, сознаюсь, я там ни разу не был, меня это заинтересовало, а почему бы нет? И, собственно говоря, на этом мы расстались. И в результате, так скажем, нашего дальнейшего общения после встречи, ну, в общем-то, пришли к выводу, что для уральцев, те, которым, ну, гораздо ближе добраться до Аркаима, чем до Владимира, проведем отдельное, вот такое, отдельное мероприятие, выездное. и часть людей, которые, ну, была, они сказали, да, мы согласны, и, собственно говоря, будем только рады, если все это дело случится. Более того, у нас на сайте школы буквица.рф есть возможность оставить заявку на обучение. У нас, в принципе, заявок пришло достаточно много, вот, до первой сессии. Ну, приехать смогли, так скажем, только те, у кого получилось. И заявок достаточно много, и из Екатеринбурга, и из Красноярска, и из Новосибирска, с Алтая достаточно много заявок, с Иркутска, то есть, с Башкирии были, с Уфы заявки, с Ешкаралы были заявки, то есть, им гораздо ближе будет и по времени, и по финансам добраться до Аркаина. Поэтому мы вот решили сделать такую вот выездную сессию для того, чтобы люди, которые уже поняли, что они хотят пройти это обучение, чтобы они смогли этим, ну, как сказать, воспользоваться. Вот этой возможностью. Ну, и вообще, в будущем, я так думаю, что мы можем, наверное, и на Дальний Восток приехать, если там проявится организатор и все организуют надлежащим образом. Я имею в виду те мероприятия, которые, ну, что называется, обязательными являются. Поэтому мы открыты, открыты для того, чтобы максимальное количество людей приняло участие вот в этом самообразовательном процессе. то есть раскрытие самого себя себе на основе наших ведических знаний, в том числе и родовых. Хорошо, да, потому что по поводу родовых знаний, родового канала и прочего, прочего, сейчас очень много разговоров и находятся некоторые умельцы, которые этот канал якобы там кому-то открывают, раскрывают, кто-то за деньги, кто-то из-за интереса якобы, кто-то из-за чего-то еще. Вот. И интересно получается, вы к нам приходите, мы вам этот канал что-то раскроем. А у меня всегда стоит вопрос, ну, ладно, тебе кто-то раскрыл, а ты сам где тогда, если тебе там раскрывают твой же собственный канал? Ну, это, наверное, отдельная передача должна быть по этому вопросу. Наверное, здесь мы не будем обсуждать. Итак, разобрались, что не все возможно передать, да и не нужно всего передавать по видео и аудио. Это, скорее всего, будет только как форма отчета о проведении некого мероприятия. Ну, и теперь, наверное, уже можно переходить к тому, а как проходят эти занятия и что на этих занятиях происходит, почему вот такие интересные открываются качества у людей, которых многие даже не подозревали, такие как ясновидение, там, яснослышание, взгляд другой на мир появляется и мировоззрение как-то настраивается наше правильное. Благодарю за вопрос насчет открытия ясновидения и яснослышания. Ну, я не знаю, сейчас попытаюсь я сосредоточиться. Дело в том, что я стою на такой позиции, что любой абсолютно живущий человек, он ясновидящий, яснослышащий, слышащий, ясно чувствующий, ясно знающий, ясно нюхающий и прочее, прочее, прочее. Просто, ну, он себе не разрешает быть таковым и все. Сначала это, безусловно, в силу его воспитания, я имею в виду школа, детский сад и прочее профессиональное дальнейшее какое-то обучение. Ну, просто такая позиция, что этого нет, ну, раз этого нет, ну, зачем мне это буду пользоваться, зачем я буду напрягаться в плане вот этого всего. А потом вот в процессе жизнедеятельности какой-то, в процессе вот обретения жизненного опыта, и в том числе, ну, наверное, не в том числе, а прежде всего вот в своей собственной семье, когда у тебя есть жена, муж, дети, кого-то, внуки, там совершенно по-другому все происходит. Обучение происходит, что называется, естественным способом, естественных условий. там, безусловно, открывается все. То есть, ну, вот я могу сказать про женскую натуру, просто она ярко выраженная. Ну, когда девушка, ну, просто девушка, так скажем, не имеющая детей, она имеет одно чувственное восприятие, но стоит ей забеременеть, забеременеть, носить вот этого ребенка, она 9 месяцев, находясь с ним, как говорится, в одном теле, она такое чувственное восприятие в себе раскрывает. Она так начинает себя чувствовать внутри. А потом вот это вот существо, вот это вот детяти, когда появляется на свет, у нее чувственное восприятие еще больше раскрывается. То есть, оно вроде бы уже не в тебе, а вот вовне, вот этот ребеночек. А ты уже чувствуешь точно так же, но уже как вот отдельно от тебя. И вот мамка, она всегда обладает, всю жизнь обладает чувствованием того, что с ребенком его происходит. Даже на уровне его переживаний каких-то. То есть, это дает нам сама природа, вот это образование, вот это понимание, вот эту чувственность дает сама природа. И у нее абсолютно естественным образом, вот в желании в опеке знать, понимать, чувствовать, находиться в резонансе со своим ребенком, абсолютно естественным образом раскрывается то же самое ясновидение, яснослышание, ясночувствование. А когда дети становятся взрослыми, мамка ведь не перестает быть мамкой. Если раньше ребенок жил, ну, как говорится, каждый день с тобой, а тут он бац, живет где-то отдельно, там приходят совершенно другого уровня чувствования, более тонкие, то есть, ну, для которых расстояние физически не имеет никакого значения. А это и есть ясночувствование, яснознание. Это просто одна из форм, ну, такая бытовая, повседневная. Конечно, не все мамки такие чувствительные, но я, ну, смогу сказать только о своем опыте. Вот кого я лично знаю, процентов девяносто, они именно такие. просто они об этом не говорят и ни с кем об этом не делятся, даже со своими мужьями. Вот такие вот. Что касается мужиков, у мужиков тоже это все достаточно развивается серьезно, только не вот, не по отношению к ребенку, хотя по отношению к ребенку у многих мужчин это тоже есть, но все-таки в основном мужчина это все-таки добытчик, то есть, это познаватель какого-то непознанного и для него вот ощущение а что это такое, вот что это такое может быть и развивает вот эту чувствительность, вот эти вот то, что мы называем мистическими способностями. Ведь в ведах, индийских ведах сказано, что это ситхи, мистические совершенства и просто надо прочитать это и в себе просто это почувствовать. это не какие-то достижения, так скажем, ну вот как достижения спортивного результата. Это абсолютно естественные наши возможности, которыми мы не пользуемся. Мы со своей стороны вот на наших занятиях об этом просто говорим и показываем. Мы к этому не приводим как мастера восточных духовных практик. просто люди находясь ну так скажем ну в определенной так скажем душевной или духовной практике просто мы показываем вот это вот это а это вот это и человек это сразу да ладно. Вот из разряда опять же вот мой любимый пример как научить кататься на велосипеде. Как можно научиться кататься на велосипеде. Сел и поехал и вот это ощущение от того что ты поехал без всяких инструкций без всяких ну логических последовательно структурированных каких-то пунктов процессов оно совершенно отличается от того если к этому подходить ну вот по нашей как сейчас принято говорят западные партнеры по ихним технологиям то есть по инструкциям логическим. Да уж представляю себе инструкцию катания на велосипеде. как там ногами надо двигать поочередно надавливая или поднимая как надо зарулить правильно держаться как надо смотреть как правильно в конце концов кое-что посадить на кое-что и в конце концов как поворачивать и как тормозить. Да это было бы занятно. Но кто-то там изгилялся я помню как в свое время и пользу туалетной бумагой тоже инструкцию писали. Так что для творчества для творчества много есть возможностей в этом мире. Я же говорю каждый имеет право налево. Ну что перерыв сделаем или продолжим? Это уж зависит от тебя. Если у тебя есть желание сделать перерыв давай сделаем перерыв. Если желаешь без перерыва надавить на педали то давай будем давить на педали. Я же как сказать в сотворчестве нахожусь. Может быть людям нужен перерыв. Люди от них услышим увидим в чате надпись. Напоминаю что чат Народнославянского радио это такая интересная структурка в которой можно писать всякие хорошие добрые слова своим знакомым и друзьям а также задавать вопросы и реплики в наши эфиры. А для того чтобы зарегистрироваться для того чтобы вернее писать вам необходимо пройти несложную процедуру регистрации придумать себе логин и пароль и указать имейл куда будут приходить ответные сообщения иногда почта не всегда справляется то есть вы зарегистрировались а ответа нет это означает что вы не можете войти. Ну вот тут пишут да, да нужен перерыв да, 5 минут да, хотим хотим но раз хотим давай мы хотим это тоже поддержим. Итак устроим маленький перерыв на 4 минутки. Добро. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском Радио напомню что по одному из современных календарей 8 июня 2016 года среда по одному из старинных 18 день месяца ветров 7524 лета шестица мы продолжаем разбирать тему новой сессии Славянского Ведического Культурного Центра Слова главный ведущий Ария Свет Сергей Павлов Итак перерыв мы сделали 4 минутки честно послушали музыку хорошую пускай завидуют те кто будет слушать записи потому что из записи мы как я уже говорил музыку вырезаем по определенным причинам которые также ранее озвучивались Итак о чем будем говорить дальше Ну я дальше продолжу у меня тут план Ах ну ты у всех план раз план что ж ты молчал давай продолжай конечно План у меня да Следующий у меня по плану пункт это какова методика обучения то есть этот вопрос который очень часто тоже задается я поэтому вкратце обозначу этот момент методика в принципе очень эффективная то есть это методика погружения погружения вот через состояние ну практически медитативное состояние то есть такое состояние в котором человек может раскрыться может разрешить себе быть таким какой он есть на самом деле что называется без приукрас именно в этом состоянии в этом состоянии покоя раскрываются чувственные восприятия то есть и чувственные восприятия это как раз тот механизм который и проходит обучение вот в течение всего срока сессии то есть через чувства и дополняя чувствами наши умственные так скажем продукты деятельности дополняя чувствами наполняя чувствами мысли раскрывается совершенно нового качества осознанность осознанность себя осознанность мира то есть вот методика вот такая все это происходит совместно то есть люди друг с другом находясь рядышком что называется плечо к плечу друг с другом предлагается вот такая общинная работа и по своей сути каждый человек является сотворцом этого процесса и в результате вот этого совместного творчества проявляется в наших вот сердцах что называется вот в нашем восприятии в нашей душе именно то что нам недостает то что нам было неясно непонятно недостаточно и вот у нас было две группы мы занимались две группы параллельно шло занятие я просто как человек который присутствовал в разных группах могу сказать что в каждой группе что-то было индивидуальное что-то было ну совпадения какие-то были вот почувственного восприятия то есть ну как в принципе в обычной жизни что-то с чем-то я согласен а что-то ну хочется дополнить то есть иными словами это вот в дополнение к тому вопросу почему на видео это не передать потому что потому что каждая группа обладает своим потенциалом каждая группа обладает тем необходимым ну набором запросов что-ли вот к духовному тонкому плану своим вот индивидуальным который в другой группе нет если человек ну вот добавляется в какую-то группу то и сама группа изменяется и по качеству запросов и по и вибрациям и по чистоте то есть все здесь происходит именно вот что называется у нас русское слово вар варить все это варится исключительно индивидуально ведь каждый человек в принципе вот если оставить сухой остаток он ведь для себя пытается что-то сделать то есть в себе что-то открыть обрести и вот эта совместная работа она как раз позволяет одновременно сразу всем получить то что им надо ну каждому человеку надо индивидуально и вот оно само собой настраивается вот именно вот в этом процессе именно вот в результате вот этого погружения вот этой раскрытии вот этой осознанности оно само сонастраивается и это невозможно не смоделировать не спрогнозировать не ну вот как у нас в производстве ну конвейерное производство то есть четкой последовательности операции в итоге получается ну какая-то типовая типовые изделия какой-то товар получается то вот в духовной работе такого не получается какого-то типового получается именно то на что был дан запрос каждого конкретного человека в этом уникальность вот этой методики и в этом же ее ну с точки зрения наверное современного восприятия в этом ее эффективность поскольку нет индивидуальной работы как сегодня психолог индивидуальный психоаналитик работает с человеком который нуждается в его помощи индивидуально и здесь в группе этого ничего нет то есть как бы каждый человек дополняет друг друга и в то же время они являются каждый человек индивидуальностью личностью и получается у каждого свой результат а совместное присутствие совместное вот это вот варенье только помогает человеку то есть он мотивирует и вдохновляет одновременно на то чтобы ну дальше идти больше и стараться себя раскрыть расширить свою вот способность осознавать мир гораздо шире глубже объемнее чем ну в обычной в поседневной жизни то есть вот такая вот казалось бы простая методика но очень эффективна и очень рабочая следующий момент это я сейчас скажу про предметы которые мы изучаем все у нас весь мир который мы привыкли называть явным все состоит из образов поэтому основа восприятия нашего мира основа его познания это умение работать с образами то есть что такое образ на самом деле какие они бывают и как их отличать и как с ними взаимодействовать то есть это база дальше идет объяснение вот то что мы называем образностью нашего языка то есть идет объяснение что такое наш язык с точки зрения образа и здесь основным инструментом основным предметом можно так сказать является наша древнеславянская буквица то есть мы рассматриваем буквицу не только умом но и душой работа по буквице которая велась вот у нас на сессии она конечно результаты были совершенно неожиданны даже для меня то есть люди трудясь над раскрытием образов буквицы порой такие делали открытие и как для себя и собственно для других людей что это конечно не передать то есть ну как не передать вкус чая когда ты его ни разу не пил вернее вот ты его пил и передать тому кто его не пил то есть вот идет такая вот работа по поводу образности нашего языка дело в том что работать с тонким планом работать с тонким планом тоже нужно уметь поэтому второй предмет который мы проходим это энергоинформационная безопасность то есть обращаем внимание на те аспекты которые ну могут быть мягко так скажем вредными где-то даже опасными вот так также мы работаем предмет у нас есть наука времени или сворожий круг числа бог или каля-ды-дар то есть это все что связано с нашим звездочтением все что связано с нашими числами а если точнее сказать с тем как они в нашей жизни проявлены и как они ну так скажем живут и как мы обращаясь с этими с числами как мы можем так или иначе ну понимать а что происходит вот в настоящий момент и что может произойти завтра то есть это не просто календарь как вот как мы привыкли это книга жизни это книга жизни которая через образы раскрывает нам то что пытаются нам раскрыть астрологи ну своими безусловно методами нумерологи ну и прочие направления связанные с мантикой чисел но здесь обращаю внимание именно идет аспект на образность этого всего то есть современная математика но с точки зрения образности следующий предмет очень важный предмет это мировосприятие это предмет который рассказывает показывает объясняет а как мир устроен и как мы его воспринимаем не то что как надо воспринимать здесь вот нет никаких правил по восприятию мира как хочется так и воспринимать вопрос в том что ты воспринимаешь как ты воспринимаешь и как это на тебя оказывает на твою жизнь какое воздействие ты оказываешь то есть человек всегда в ответе за то что он делает даже за то что он не делает он все равно в ответе поэтому уметь воспринимать мир Это наука жизни. И здесь предмет достаточно широкий, обширный. И вот мы его изучаем. Следующий предмет это хористская арифметика. То есть, это очень интересный предмет, который помогает собрать в единое... Не в смысле единственное, как одна точка, вариант, и все, и быть не может. А единое, что называется, множество решений и все неверные. Вот эта область и есть единство. То есть, она позволяет собрать вот это единство. То есть, множество решений, которые все являются истинными. И она это объясняет. Почему именно вот эти точки, они могут быть сгруппированы именно таким образом. То есть, она собирает вот эти области через образное восприятие. То есть, арифметика хористская, она позволяет человеку, ну, так скажем, как один из способов найти применение вот образа наших буквиц, числовых, которые имеют натуральные числовые значения, с помощью них понять, как этим можно пользоваться. В том числе для изучения сворожьего круга, в том числе для вот то, что мы называем нумерологией, астрологией и прочие вот эти вещи. То есть, арифметика дает понимание того, как можно работать с образами, которые являются числами. Следующий предмет – это род небесный. То есть, мы изучаем, что из себя представляет наш род небесный. Как мы с ним взаимодействуем в нашей жизни, как с ним взаимодействовать по своему желанию, по своему намерению, как включиться в работу, в совместную работу единого рода, который вот абсолютно условно, я не буду называть, что он разделен, но просто для удобства понимания, поскольку мы считаем наш явный мир земным, а есть вот то, что мы называем неявным миром, непроявленным миром. Мы его называем небесным. То есть, небесный род – это наши предки и наши потомки, которые не проявлены в земном мире. Ну, то есть, которые не живут сейчас рядом с нами на нашей земле. Вот это как раз вот то, о чем мы говорили в начале передачи. Это раскрытие родовой силы, понимание, что это такое, вообще откуда это берется и что с этим делать. Раскрытие не в смысле, что кто-то что-то кому-то раскрывает. Опять же, это через образное восприятие и через чувственное восприятие. Прежде всего, получение каких-то вот личных, личного вот какого-то банка ощущений, вот рода небесного своего. То есть, как это все взаимосвязано и как это проявлено, и как это можно и нужно применять в своей жизни. То есть, иными словами, наши предки, вот давайте возьмем просто, чтобы было понятно, вот, к примеру, дедушка с бабушкой очень хотят, чтобы внук его был, ну, их не внук, был какой-то, ну, с ихней точки зрения правильный, особенный. И они как-то проявляют свое рвение вот в достижении их собственных целей, вот в отношении внука. То есть, то же самое происходит и с нашим родом небесным. То есть, если наши предки уже не находятся с нами в земном, так скажем, в воплощении, то вовсе не значит, что их нет. И что они отказались от своих, так скажем, намерений, чтобы их потомки, то есть внуки, правнуки, так или иначе двигались по целям, которые они перед собой поставили. То есть, предмет достаточно, ну, так скажу, некомфортный. То есть, здесь раскрывается раскрывается особенность наших родовых вот накоплений нашего родового богатства. Ведь дело в том, что все, что мы сегодня имеем, в том числе и набор наших, то, что называется, хронических болезней, связанных с генетикой. А генетика – это исключительно то, что в роду накоплено. И в роду накоплено далеко не все положительное. Намерение рода, безусловно, чтобы было все хорошо и здорово, но не всегда у нас получается все хорошо и здорово. И ведь эти наши результаты никуда не деваются, они остаются вместе с нами, а это и есть в том числе богатство рода. Поэтому понимать, что такое хорошо и что такое плохо, чувствовать, понимать своих предков и своих потомков, почему они поступили или поступают именно так, это тоже искусство жить. Это тоже умение, необходимое умение, которое человек просто обязан использовать в своей жизни. Поэтому этот предмет является очень важным, очень нужным, и мы его изучаем. Помимо этого, есть еще два предмета. Это ведическое богословие и ведическая магия. Ну, ведическое богословие, то есть это с точки зрения вед, то есть глубинных, глубоких, глубочайших знаний о богах. То есть слово о богах. И ведическая магия. Ну, магия, я очень часто делаю акцент на это. То есть такая фраза, кто тут у вас маг? Да кто магет, тот и маг. То есть маг, это не то, что мы все с вами привыкли сегодня слушать, что он с шарами какими-то бегает, с черепами и со всем остальным. Это, безусловно, тоже магия, но это далеко не самое лучшее ее проявление, или, так скажем, не самое эффективное. Дело в том, что магия – это наше могущество. Всего лишь навсего. Что мы можем, что мы реально можем. К магии можно отнести любое мастерство. Ну, например, хороший кузнец – это тоже магия. Мы так и называем это. То есть он обладает какими-то секретами магическими в своем мастерстве. А если человек обладает мастерством работы с тонким планом, с духами природными, с духами навными, ну и прочими духами, я не буду на этом особо заострять внимание. То есть это тоже мастерство, и это тоже магия. То есть магия, она разная. И вот наша русская, древняя, деревенская, самобытная магия – это то необходимое знание, которое тоже мы изучаем. Изучаем с точки зрения для того, чтобы понять, как это работает. Для того, чтобы понимать, что делают окружающие. И как они по своему умению, по своему разумению оказывают влияние на других людей, на самого себя. То есть это некое такое понимание того, что на самом деле это такое. То есть это не кодовые магии, которые мы все привыкли открыть книжку, прочитать заклинания в нужное время, плюнуть, дунуть, что-то там закопать, повесить. Это именно осознанное понимание, а что это дает. А что дает вот этот ритуал, а что дает вот этот обряд, а что дает вот это действие, если мы его сделаем. И понимание вот этого всего, оно увеличивает просто наше восприятие мира. То есть оно расширяет наше восприятие с точки зрения результативности, наверное. То есть, чтобы спокойно жить, спокойно жить, спокойно творить, спокойно взаимодействовать с любыми сущностями на тонком плане, нужно понимать, как это делать. И вот это понимание, и я и называю магией. Мы называем это магией. И, в принципе, оно не сильно отличается от тех определений, которые есть. Просто мы не даем этому какой-то ширму, какой-то таинственности, какой-то там, ну, как это сказать, такого трепета страха, что, а, это вот это. Просто это обычная наша жизнь, опять же говорю. Это все можно посмотреть, потрогать и пощупать. И понимать, что это происходит и как это происходит. Вот такие предметы мы изучаем. То есть, срок обучения тоже написан везде, но я еще раз озвучу. То есть, мы планируем на сегодняшний день, пока это двухгодичное, то есть, либо это три сессии по 10 дней, либо это две сессии в году по 15 дней. Ну, то есть, исходим из чего? То есть, люди имеют отпуск 28 суток в году, чтобы, если они готовы этот отпуск в течение двух лет, так скажем, потратить на свое самообразование, на восприятие мира с точки зрения наших ведических знаний, родовых вот этих вещей, то на это есть, собственно, вот законом определенный отпуск, который можно использовать. Поэтому у кого как. Опять же, группа, которая собирается, мы договариваемся с этой группой, как дальше, как чего. И для того, чтобы все, опять же, продолжили обучение. И, ну, все выпустились с тем набором знаний, которые, с тем умением, которые мы обретаем вот в процессе этого обучения. А вот, что касается выездных сессий, в принципе, здесь все это как раз в помощь. Если вдруг, ну, вот сейчас на Аркайме будет опять первая сессия, но уже для уральцев, ну, или для людей, которые туда приедут. Ну, мы так называем, что для уральцев, поскольку местная территория. Вот. Ну, чем это поможет? То есть, если вдруг кто-то там из первой группы не сможет, я имею в виду, вот, которая у нас в апреле была, на вторую сессию посетить, то вторая сессия, которая будет для уральцев, ну, они, собственно, могут попасть туда. То есть, это, с другой стороны, может быть тоже неким таким запасным вариантом, но мало ли что в жизни происходит. Но в любом случае, инициатива должна исходить из самого, от самого человека, из него, и никого, никто никуда не принуждает, не заставляет. То есть, ну, как сказать. Если это человеку пользу приносит, его не надо убеждать в том, что это приносит пользу. Мы со своей стороны просто являемся вот некой такой структурой, если это вообще можно назвать структурой. Ну, давайте скажем так, какой-то некой точкой, неким маяком, который, на который, ну, который можно посетить и потрудясь над собой, можно получить какой-то, ну, обогатиться, так скажем, обогатиться. В принципе, у меня, что касается, кратко о центре, все. Так, а еще что-то в плане у тебя есть? Ты уж сразу так меня это порадует. Ну, еще раз, я в самом начале сказал, но повторюсь. У меня сейчас осталось это по поводу то, что будет наркоимия, это организационные вопросы, то есть, там, какой уклад дня, проживание, питание. Вот. И последний момент, то есть, как подать заявку и прочие вещи. Ну, так ты, может быть, сразу весь список это... Ну, хорошо. А потом мы уже к вопросам перейдем. Лады, лады. Ну, тогда, собственно, про центр я рассказал, про то, что мы делаем, я вкратце обозначил. Сказал о том, что видеоотчет в ближайшее время, в конце концов, появится. И сейчас по поводу самого Аркаина. То есть, люди... Я, наверное, обращаюсь перед тем, кто принял решение попасть на эту сессию. Хочу сказать следующее. То есть, сессия сама пройдет с 31 июля по 13 августа на Аркаине. Вот. Это, если кто не знает, это 450 километров от города Челябинска. Вот. Туда попасть... Туда попасть... Можно следующим... Так, давайте так. 31 по 13 августа начало. То есть, 31 июля день заезда. Это воскресенье. То есть, это день заезда для того, чтобы, ну, так скажем, приехать на это место и разместиться, и все, чтобы было хорошо. Поскольку ехать от Челябинска до Аркаима в районе 6 часов, вот на микроавтобусе. То есть, 1 августа это не получится. То есть, с 1 по 12 это будет сама учеба. То есть, 31 это заезд, 13 августа это выезд. С 1 по 12 это сама учеба. Вот. Проживание. То есть, там есть постоялый двор, домики, комнаты типа хостел. Вот. Комнаты там по 2, по 4, по 6 мест. Ну, в зависимости от того, кто как, чего с кем. То есть, все это сгруппируется. По месяц туда, ну, как мне сказали, в районе 40 человек. Если кто-то желает со своими палатками, там, и прочими вещами, пожалуйста. Никаких проблем в этом нет, а без заловки здесь тоже никакого нет. То есть, питание будет трехразовое. В районе 2 километров, то есть, ну, как сказать, ну, там официальное такое здание, там есть столовая. То есть, если кому-то хочется кушать в столовой, то можно в столовой. А так, в принципе, организовывается трехразовое питание. Но вот готовка, надо будет каким-то образом ее решать. Ну, это организаторы нам потом подскажут. Но я имею в виду с точки зрения кого-то как-то готовить. Но я думаю, найдут они кого-нибудь из волонтеров, чтобы была готовка-то не на учащихся. Дальше. Что касается заезда. То есть, в принципе, есть микроавтобус на 15 мест. Если кто, ну, прилетит там на самолете, на поезде, я имею в виду в сам Челябинск, то вот надо как-то будет это все состыковать, чтобы мы поместились в один автобус. В принципе, есть там хорошее место. В самом Челябинске это арт-студия «Русское небо». Они согласились, так скажем, добросовестно. Ну, по крайней мере, мне так сообщили, что они согласились приютить на время, так скажем, сбора у себя. Оно находится в двух кварталах от автовокзала. Это место. Ну, то есть, там можно будет собраться и организованно сесть на автобус. И доедем мы до Аркаина, до всего. Либо самостоятельно доехать. Питание и проживание сказал. Приезд-отъезд. Ну, точно таким же образом. То есть, на автобус садимся, уезжаем. Что касается расписания. То есть, мы... Уклад дня у нас такой. То есть, в 6 утра у нас подъем. Потом идет зарядка. Завтрак где-то с 7 утра до 7.40 в это время. С 8 утра и до 18.00. Это непосредственно занятие. Естественно, с перерыва на обед. Ну, из практики двухчасовой перерыв мы делали. То есть, часового мало, а двухчасовой нормальный. То есть, для того, чтобы можно было не только покушать, но и, собственно, переварить то, что было до обеда. Я имею в виду на занятиях. То есть, как-то пообщаться, все это дело сделать. Вот. Занятия будут по парам. Ну, то есть, по полтора часа. По современных полтора часа. Или по одному нашему славянскому часу. Ну, чтобы понятно было всем. Ну, современные пары, как у университетов, институтов, есть по... Два по сорок пять. Между уроками, между вот этими парами, десять минут перерыв. Ну, прогуляться, пройтись и прочие вещи. То есть, можно даже какие-то физические упражнения поделать. Если кому-то надо. Вот. После 18.00 планируется личное время. То есть, никаких особых таких вот занятий нет. Ну, у нас было как. Люди общались, ужинали, общались. Вот. А потом вечером играли в... Игра у нас, он, Кирилл Запорожец ее с собой всегда возит. Игра древнеиндийская Лила называется. То есть, играли в эту игру. Ну, и, собственно говоря, кто-то заигрывался до полуночи. В шести утра подъем. Ну, это, опять же, каждый сам для себя выбирает. Но можно проводить и вечерки, ну, и прочие, как бы, мероприятия по... Ну, по обсуждению того, что вот было сегодня или там вчера. Ну, то есть, поделиться своими мыслями. Вот. Учитывая предыдущий опыт, который у нас вот прошел в апреле, то есть, мы на этой сессии постараемся больше добавить... Ну, не больше добавить, а просто добавить в наш режим некую физическую работу. Ну, я имею в виду какие-то наши упражнения по здравии, по ладке. Ну, чтобы энергетика не заставилась от того, что человек сидит или стоит, а все-таки какие-то были движения, то есть, мы вот такие разгрузочные вещи тоже добавим. Ну, чтобы гармоничный человек все это дело воспринял и почувствовал. Вот. Что касается стоимости, естественно, я сейчас это говорить не буду. Стоимость будет указана в приглашении для всех, кто захочет принять участие, поскольку это уже вопрос, так скажем, индивидуальный, не публичный, чтобы у нас не возникало потом, ну, вот этой потребности, опять же, публично в эфире там вносить какие-то изменения, которые могут возникнуть очень запросто. Потому что вот эти оргвопросы, которые на сегодняшний день имеют одну стоимость, а завтра, не дай бог, долбанет еще очередной кризис, он будет иметь совершенно другую стоимость. Поэтому ближе к делу, ну, обычно где-то недели за, две, за три, мы рассылаем приглашения, в которых написано уже все окончательно, бесповоротно, как и что будет. В принципе, организаторы предлагают еще сделать экскурсии по, ну, близлежащим, так скажем, ну, не знаю, местам, да. Вот, городище Аркаим, два часа, музей с гидом, чека какая-то, честно говоря, не знаю, что такое, прошу прощения, может, чека, долина камней и близлежащие горы Сопки. То есть, то, что там есть, ну, естественно, все это будет показано, рассказано. Вот, то есть, как это будет происходить, тоже на данный момент пока не знаю, просто есть такое предложение, есть такое желание все это дело провести. Организаторов у нас два. Один у нас будет как координатор, а другой, он как раз будет отвечать за питание и проживание. Контакты и имена этих людей тоже будут высланы вам в приглашениях. В принципе, я рассылаю и свой контакт. Если кому-то хочется, ну, задать мне вопрос лично, то есть, что касается именно самого вот образовательного процесса, предметов и прочих вещей, то есть, я всегда готов ответить. Никаких проблем с этим нет. Поэтому, что хочу сказать. Заявку можно подать у нас на сайте школы буквы ц.рф. Что хотите вы принять участие в этом. Вот, если кто-то, ну, я имею в виду, вот, из уральцев, которые были на занятиях в феврале месяце, когда я приезжал, вы можете спокойно между собой все это дело собрать, либо через Татьяну, либо через Анатолия. Вот, тоже все собрать в списке. Все это дело как бы организовывается, все это нормально. Если кто-то не знает ни об этих людях, вот, то пишите к нам на сайт, все мы рассмотрим и, ну, как сказать, сделаем все, чтобы вы попали к нам на занятия. Никаких проблем в этом нет. Ну, и последний момент, что я хочу сказать. Вот, просто в результате того, что у нас, как бы, получается для уральцев, у нас учебный процесс запускается для центральной части России, процесс уже запущен. Если у кого-то из слушателей, которые нас сейчас слушают или будут слушать, возникнет желание провести вот такую выездную сессию или запустить учебный процесс вот на тех территориях, где вам ближе и удобней, я имею в виду, это может быть Дальний Восток или, я не знаю, там, более западные части, я имею в виду. Ну, Столхедж, например. Нет, нет, мы говорим о территории России, вот, ну, например, там, Питер, я не знаю, Новгород Великий. Игнорируешь их, игнорируешь. Совсем вне люди записал, люди второго сорта, почти звери. Нет, нет, нет. Говорящие на непонятном языке. Отвечу так, я никого не игнорирую, это они сделали все, чтобы мы к ним не приехали. Они свои, как сказать, условия для того, чтобы мы к ним приехали, сделали невозможным, ну, по крайней мере, для меня, для того, чтобы я туда захотел ехать. В частности, сбор этих отпечатков пальцев, ну, и прочие всякие визовые. А вот Павел Режаин пишет, а Латвия? Ну, Латвия тоже, она же входит в Шенген, поэтому туда тоже отпечатки надо сдавать. Вот тебе ответ, Павел, чем Латвия, а не Россия? Нет, Латвия, Россия, вообще все Россия, ну, давайте скажем, Россия далеко не все, все Русь. Вот, но, к сожалению, части Руси, у которых есть политики, у которых есть государства, они выдвигают такие определенные требования, которые нужно соблюдать. Поскольку, ну, по крайней мере, я себя считаю человеком законопослушным, я стараюсь все-таки законы соблюдать, но при этом я все-таки не теряю здравомыслие для того, чтобы, так скажем, не попадаться в те ситуации, в которые попадаться не надо. В частности, я имею в виду вот эти все, все вот то, что сейчас уже есть, это сбор этих самых банка данных уже персональных, уже, как это называется так. Ну, собственно говоря, не важно. Короче, с нас собирают все показатели, которые показать не надо. Скоро уже анализы будем сдавать, как вам, к врачу ходишь для того, чтобы поехать в эту Европу. А какой разновидности у вас глисты, извините, пожалуйста? А в каком месте? В каком количестве? Нет, не подходит. Таких у нас своих навалом. Ну, ладно, понятно, понятно, все с тобой. Ладненько. Я к тому, что к нам приехать гораздо проще, чем нам к ним. Так что не нужен вам, вернее, нам ваш Стоунхендж, радуйтесь сами его. У нас свои Стоунхенджи есть, поинтересней. Ладно, что-то еще добавишь? Или перейдем на музыкальную паузу и потом отвечаем? Да, последний вопрос, да, то есть, что касается организаторов, еще раз я повторюсь, то есть, если у вас есть желание, пожалуйста, проявитесь, мы с вами обязательно обо всем переговорим и будем сотрудничать. Потому что задача, задачи, которые, ну вот мы перед собой поставили, я еще ее не озвучил, но задача важная, то есть, чтобы у нас была держава, а не государство. Каждый из нас с вами должен к этому приложить какое-то свое усилие, свое усердие. В противном случае никакого самодержавия, оно просто из ниоткуда не возникнет. Поэтому, если сегодня есть люди неравнодушные и способные решать подобные вопросы, я просто прошу вас, не знаю, проявите сами себя себе. Покажите свои возможности и свои таланты миру, проявите свои организаторские способности, которые необходимы для того, чтобы у нас действительно держава была. Вот, кстати, я понял, да, вот, кстати, Колесников Денис, вопрос в эфир, а когда вы приедете в Белгород? Денис, а когда ты пригласишь, тогда и приедут. Но для этого необходимо стать несколько на позиции организатора. То есть, посмотреть, где будут проходить занятия, посмотреть, сколько будет стоить проживание для людей, сколько будет стоить питание, где они будут размещаться, в каких условиях, как далеко это вот место проведения или все это вместе и так далее и тому подобное. Потом созвониться с Сергеем или списаться с Сергеем и эти все вопросы оговорить. Потом просто-напросто вся команда приезжает, и вы, довольные, счастливые, открываете себя третий, четвертый и пятый глаз. На шестой. Может быть, я подумал о шестом, но уже побоялся, я представил, что многовато, многовато. Ну, ладно, кстати, вот, перед музыкальной паузой Ярослав пишет, кстати, в соцсети есть пища для ума и разума. Имеется в виду наша первая славянская социальная сеть, которая присутствует в виде ссылки на сайте Народного славянского радио. Если войти на Народное славянское радио, там найти слово справа «социальная сеть», то, кликнув по этой интересной надписи, можно оказаться вот в этой как раз защищенной первой славянской социальной сети. И там очень-очень много информации уже собралось без всякой дряни, без всякой вони, которая сейчас очень много расползается по всему интернету. То есть, если вы хотите получать информацию в более-менее чистом виде, если вы хотите не тратить силы на всякую глупость и всякие передрязги со своими однополчанами по сети, то в этом случае, односетевцами, то в этом случае тогда заходите, пожалуйста, в первую славянскую социальную сеть, вход в которую вам предоставит сайт Народного славянского радио. И все будет хорошо. Хватит, наверное, наедаться всякого тлена. Питайтесь чистую пищу для своего ума, для своего развития. Ну что же, давай прервемся на музыкальную паузу. И уж если ты говорил про арт-студию «Русское небо», если уж она уважаема тобой и так, ну, не могу не уважить этих замечательных людей, наших друзей, и поставлю песню в их исполнении «Красное солнышко». Лады. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Народное славянское радио. Народное славянское радио. Напоминаю всем, что чат у нас включен постоянно, но вопросы мы принимаем во время эфира. Если у вас вдруг вопросы появляются до эфира к какому-то из выступающих соведущих или гостей, если вам это более привычно, то тогда вы можете воспользоваться формой обратной связи. С правой стороны, опять же, ищем на сайте Народного славянского радио. И там можете задать вопрос в эфир такого-то числа, который будет такому-то человеку. Вот есть такое-то предложение, реплика, вопрос, разъясните, пожалуйста. Ну, а также еще и форум помимо нашего чата и помимо социальной славянской сети. Так что там тоже есть много информации. Заходите, интересуйтесь. Но я начну с вопроса, не который поступил к Сергею, а который Свет написал здесь на радио. Есть такой центр, который по городам и гостям ездит? По гостям мы можем приехать когда угодно и куда угодно. Был бы чай, да всякие вкусняшки. Это пожалуйста. А по поводу центра, нет, у нас центра такого нет. Я предлагаю сделать, как это и на многих радиостанциях существует, некое такое объединение свободных репортеров, которые могут посещать различные мероприятия, спрашивать всякие интересные вопросы, брать интервью, делать рассказы и обзоры о происходящих событиях и потом присылать к нам. И мы это будем все размещать. Я думаю, что от этого жизнь станет лучше, жизнь станет веселее, как говорил товарищ Сталин. И все у нас будет намного интереснее вообще в этом мире. Итак, теперь, если ты готов, Сергей, то я начинаю пытать вопросами тебя. Света, помимо того, что задает вопросы мне, задала еще вопрос к тебе. Так что она тебя тоже посчитала. Вопрос в эфир от Светланы. Почему именно 9 задач и целей у центра? То есть, случайно ли здесь число 9? Благодарю. Благодарю, Света, за вопрос. Отвечу так. И да, и нет. Во-первых, я вообще, если кто меня знает, я всегда иду от языка. Я иду от понимания тех истинных смыслов, тех слов, которые мы произносим. Слово случайно – это с лучом пришедшее. Это не какая-то неожиданность. Это абсолютная закономерность. То есть, с лучом что-то пришло. Поэтому, если буквально отвечать на ваш вопрос, и да, и нет. Дело в том, что писали мы, безусловно, формулировали все цели задачи, которые мы бы хотели проявить. А потом сгруппировали это все и оставили только те, которые действительно нам по силу на сегодняшний день. С которыми мы справимся. То есть, эти цели задачи входят в зону нашей ответственности. То, что их получилось девять, опять же здесь «получу». Получилось. Ну, значит, так угодно богам. Это все? Можно дальше? Понятно. А вот и ответ. Я тут только так удобно уселся на стуле, разместился, думаю, ну сейчас тут. А он так быстро взял и закончил. Вопрос от Виктора Леонидовича. Почему некоторым говорят, что слово – произнесенная ложь? Не потому ли, что многие по-разному мыслят слово, мысли слово воспринимают? Ну, благодарю за вопрос. Вопрос, кстати, очень распространенный. Дело в том, что на сегодняшний день, ну, как любой человек, который что-то начинает делать впервые, он восхищен вот самим процессом. О, как это классно, это же так здорово, это все замечательно. Люди, которые приобщаются, так скажем, к буквице, они приобщаются чаще всего для того, чтобы понять, а что это означает. И начинают играть вот в эту игру, которая была предложена в свое время очень известными людьми, в том числе и на телевидении. А что такое это? А давайте вот так вот, а вот здесь вот это, а вот это по-другому. Ну, как пример, я эту фразу люблю приводить в пример. Чревоугодие – это угождение червям. Вот такие вот вещи вылезают. Дело в том, что чрево – это то, что сегодня мы называем живот. Вот эта область с кишками, это называлось раньше чрево. И чревоугодие – это угождение именно вот этому месту, потому что никаким не червям точно. Поэтому вот с этим нужно, безусловно, играть. Это очень полезно. Но просто в это играть бессмысленно результата не даст. Через игру, через вот такие вот вещи нужно находить, наверное, те глубинные знания, те глубинные образы, которые заложены в этом слове. Дело в том, что есть такая мудрость. Все, что сказано, является ложью. И это действительно так. Но это объясняет буквица. Практически на каждом своем занятии, на семинаре я этот вопрос озвучиваю. К сожалению, сейчас я вам не могу это написать, но постараюсь словами сказать. Дело в том, что слово ложь можно написать разными буквами. Я имею в виду букву О, которая стоит после буквы Л. Можно написать так, как мы привыкли. Можно написать после буквы Л, поставить буквицу Е. Но ложь – это не ло-ж с мягким знаком, как мы привыкли, а ло-ж. Так вот, если мы пишем буквицу Люди, потом буквицу Е, потом буквицу Живот, потом буквицу Ерь, то это означает место, где люди сотворяют жизнь. То есть, ложие. А если мы пишем через буквицу Он, то есть Люди, Он, Живот и Ерь, то это означает, что люди, проявляя божественные структуры, понимают, воспринимают, что такое жизнь на самом деле. То есть, иными словами, ложь – это всегда некая прокладочка, некий шлюз, некий переход между разными структурами, которые доступны людям. И через вот это событие, через вот эту вещь, через вот этот образ, люди познают, что такое жизнь. Отсюда ложью, как одно из понятий, это нечто что-то такое поверхностное. Но, друзья, ведь, ну я не знаю, кора у дерева – это же тоже является частью дерева. Она просто выполняет свою функцию. Не надо категоризировать вот эти все вещи. Ложь – это как раз все, что может быть озвучено. И это действительно ложь. А если вкладывать в понятие ложь как неправда, как кривда, как умышленный обман, то слово «ложь» к этому не имеет вообще никакого отношения. Просто на сегодняшний день наше образование советское, которое мы получили, наши толковые словари, которые мы все читали, они нас обманули. Или, может быть, не обманули, но так или иначе ввели в состояние какого-то неверного восприятия действительности. То есть, может быть, умысла и не было. А может быть, и было. Ну, это вопрос, так скажем, исследователей. Я не стараюсь заниматься подобным родом исследованием для того, чтобы какой-то вердикт кому-то вынести. Это абсолютно лишнее. Поэтому ложь в своем понимании, вот именно как мы сейчас привыкли писать, это как раз то, чем мы занимаемся ежедневно и постоянно. Вот. Я ответил. Опять так все быстро закончилось. Вот только начинаешь прислушиваться к умным речам, и на тебя. Ну, ладно, дальше Света продолжает вопросами тебя закидывать. А чему конкретно можно научиться в вашем центре? Вот никак не могу уловить исповеданного тобой, Сергей. Благодарю. Благодарю, Света. Конкретики, конкретики, добавьте, пожалуйста. Конкретики, пожалуйста, добавлю. Ну, да, я подозреваю, что наши предыдущие, так скажем, эфиры, наши деятельности, ну, просто человек не в курсе, поэтому конкретики требуют. Ну, скажу так. Конкретика очень простая. Чему сможет человек обучиться, тому он и научится. Что конкретно вы хотите получить от этого образования, которое можно получить в ведическом центре слова, то вы и получите. Другой конкретики я сказать не могу. Единственное, я могу перечислить, так скажем, те вещи или те преимущества, или те обретения, которые, ну, точно вероятнее всего, если, конечно, вы будете трудиться над собой, вы их получите. Я уже назвал это качество, то есть обмануть вас будет крайне сложно. То есть всем манипуляторам, всем НЛПшникам, всем политтехнологам, всем психологическим технологам обмануть человека чувствующего практически невозможно. Если вы обретете в себе умение чувствовать, вас обмануть умом будет невозможно. Я думаю, это достижение достаточно большое. То есть это и в бизнесе может пригодиться, это может пригодиться и в личных отношениях, это может пригодиться, так скажем, и во взаимодействии с природой, с миром. А это уже далеко не мало. Вопрос чувственного восприятия. Рассказывать словами можно очень долго и очень красочно. И действительно все это будет так. Я даже могу посвятить этому не одно семинарское занятие, но просто в данный момент времени столько нет. Поэтому не хотел бы я тратить сейчас наше драгоценное время на вот такую задачу, как дать человеку понять и почувствовать, а что может быть прекрасного, если пользоваться своей душой. Скажу более такие простые банальные вещи. Дело в том, что смотрите, еще одна из таких простых, очень сухих материальных вещей, это когда человек уходит из мира земного в мир небесный, он проходит три суда. Первый суд – это суд собственной совести. Страшный суд его называют. Второй суд – это суд предков. То есть перед родом человек держит суд. И третий суд – это суд богов. Если человек, живя в земной жизни, не пользуется всеми инструментами, и всем инструментариям, который ему дан от рождения, не пользуется им, то эти суды, ну, они, естественно, пройдут, сами понимаете, с каким результатом. Дело в том, что вот раньше у наших предков на Руси, помимо, ну, я даже не знаю, как это назвать, не хочется назвать это традицией, поскольку это не совсем традиция, ну, была некая процедура принятия человека в нашем мире. Ну, то есть то, что вот называется принять роды, принять рождение ребенка, вот это не секрет, это знают все, до года новорожденного вообще никому не показывали. То есть целый год была серьезная работа со стороны рода, со стороны родичей, для того, чтобы принять этого человечка в мир, вот в этот, для того, чтобы не было, ну, так скажем, негативных последствий. И такая же работа велась по уходу из этого мира. То есть то, что у нас вот сейчас называется обрядами призм. Это тоже была серьезная работа, и были специальные люди, в том числе и в роду, и вне рода, были специальные люди, которые занимались этими вещами. И наши предки знали это все, они готовились всю жизнь свою, готовились к тому, чтобы принять эти три суда именно как экзамены за прожитую жизнь. И это знание тоже необходимо и важны, и без чувственного восприятия, ну, вот на сегодняшний день, осознать это, принять это, ну, будет очень сложновато, я так вот мягко скажу. Поэтому это абсолютно вот жизненные вещи, то есть прийти в этот мир, уйти из этого мира. Это все определенные знания, и знания, которые к великой радости сохранилась у нас на Руси в устной форме. Из уст в уста все это передавали, есть люди, которые этим занимаются, и принятием родов, и, собственно, провожанием наших усопших. Поэтому это тоже нужно знать и понимать. Это не стоит исключать из своей жизни, поскольку все, что мы здесь делаем, вот всю нашу жизнь, мы занимаемся, вот, так скажем, вот этими тремя важными направлениями. То есть саморазвитием, самосовершенствованием, укреплением рода своего через добро и служению богам нашим через, опять же, наши дела и славные, которые мы посвящаем нашим богам. Вот этому всему, вот этому всему пониманию, прежде всего, мы и стараемся уделить наибольшее внимание вот в нашем центре. Что конкретно каждый человек получит в результате вот этих знаний, это уже его личный выбор, он осознанный, и как он это будет применять, это исключительно и его задача. У нас нету такой цели, которая есть в современных учебных заведениях. То есть вот вы приходите, как вот в институте, на определенные специальности вам дают определенные специальные знания, которые потом в жизни применить будет ну, либо очень просто, либо очень сложно. Все будет зависеть от того, как вы учитесь. А как обычно бывает, пришел не туда, куда хотел, а учат не тому, чему надо. Вот. И эта вот особенность современного образования как раз говорит о том, что есть системные ошибки, есть совершенно неведический подход к передаче знаний одного человека к другому. Мы этот вопрос учли в первую очередь и предоставили абсолютно полную возможность и свободу выбора самому человеку. То есть каждый человек берет столько, сколько ему надо, и то, чего ему надо. Это как, вот знаете, в лес сходить за ягодами. То есть унесешь столько, сколько сможешь унести. Но вот лес предоставляет ягоды для всех, и предоставляет он больше. Или как река, с которой можно черпать-черпать и никогда ее не вычерпать. То есть по этому же принципу у нас проходит обучение. Образ реки – это вот образ божественных потоков, которые мы проявляем в процессе обучения. А образ этих ягодок – это, собственно говоря, те вот… То, что вот на тонком плане можно назвать какими-то самостоятельными, вот самостоятельными существующими какими-то вот объектами. То есть это может быть и мыслью, это может быть и духом, может быть и какой-то сущностью, это может быть и каким-то намерением. Это вот что-то самостоятельное, то есть имеющее свою самостоятельность. Вот умение взаимодействовать с этим совсем – это и есть то, чему мы учим. Ну, учим, наверное, сильно сказано. Просто человек учится сам, он это видит, мы просто подсказываем, что вот эта ягодка называется земляничка, вот эта ягодка называется голубичка, это ежевика и прочие вещи. Человек, получив вот этот первичный опыт, что это вот это, вот это, вот оно делается так, дальше он с этим делает все, что хочет. Хорошо. Продолжаем дальше вопросы задавать. Вопросы от Виктора Леонидовича. Мария Свет, ты написал, что для некоторых переучиваться и переучивать легче, чем изначально учить или учиться. Приведи, пожалуйста, примеры, когда легче было переучиваться, поменять взгляды. Потому прошу, что за свою краткую практику не встречал такого. Всегда и всем, кого знаю, переучиваться труднее было, ибо переучение всегда ломка предыдущего построения. Благодарю. Виктор Леонидович, да? Да. Хорошо. Ну, просто я это, пока вникал в вопрос, мог опустить имя. У меня такое возможно. Стараюсь почувствовать, что люди вкладывают в свои вопросы. Виктор Леонидович, смотрите, какой момент. Весь вопрос в том, что вы вкладываете в слово переучиваться. Я понимаю, что вы вкладываете именно такой момент, что надо на имеющуюся какую-то базу, ну, вот как дом, да, вот был фундамент, ну, вот дом стоял, и давай вот, чтобы другой дом сделать, ну, который меня устроит, надо старый снести, а новый поставить. Вот, я так понимаю, вы этот смысл вкладываете в слово переучиваться. А то, что когда-то где-то я что-то писал, вот, вы говорите, что я писал, что переучиться можно легко. Вот, если рассматривать вопрос именно так вот, как со сломом дома, безусловно, я с вами согласен. Но слово переучиваться, это вовсе не означает, что только вот таким способом. Пере... Приставка. Перейти. Перенять. То есть, это не уйти с одного места на другое, а получить опыт и знания и о том, где вы были, и о том, куда вы перешли. То есть, переучиваться. Вы просто дополните вот этот образ. Ну, по крайней мере, если не хотите, можете не дополнять, но я постараюсь объяснить, что неоднозначное значение есть у слов. Есть много значимое значение у любого слова. Поэтому переучиваться, это вовсе не значит ломать старый дом. Переучиваться, это может означать, что вы можете построить новый дом рядом со старым. или, допустим, построить дом у своего сына, уже имея ваш опыт. Вы же не переучивались. Вы просто дополнили тот опыт, который у вас был. Я думаю, что речь шла о том, что буквицу нужно сейчас срочно давать детям. На что я ответил, скорее всего, что надо сначала взрослых научить этой буквице, чтобы потом детям ее давать. И вроде бы как сейчас взрослые дети, они уже получили это неправильное понимание. И вот их надо сейчас потом выстраивать на новые рельсы. Вот здесь слово переучиваться, наверное, совсем не подходит. Здесь доучиваться надо. Дело в том, что надо всегда идти от простого к сложному. Невозможно человеку, ну вот, так скажем, трехлетнему пойти в университет и считать там задачи по высшей математике. Или изучать какие-то философские вопросы. Это же ведь невозможно. То же самое и с образностью. Я с вами абсолютно соглашусь, если бы... Не если бы я соглашусь, в том, что если бы мы изначально имели образование именно построено на образном восприятии, то подрастающее поколение было бы, безусловно, более совершенным, нежели то, что мы имеем сейчас. Вы абсолютно в этом правы, и я только за это. Но кто будет их учить? Если на сегодняшний день качество наших преподавателей в нашем классическом образовании желает оставлять лучшим. Даже с точки зрения тех норм, норм культуры и с точки зрения тех норм образования, которые у нас законодательно закреплены. Для того, чтобы учить детей на сегодняшний день буквицы, нужно, чтобы окружающая среда, где эти дети будут жить, была готова их принять. Если она их не примет, для ребенка это будет стресс. То есть, неокрепший психологически ребенок может, ну, собственно говоря, пойти не тем путем в жизни. То есть, таким образом могут появиться проблемы у человека в жизни именно вот на уровне психики. А это не есть хорошо. Поэтому, что касается слова переучиваться, ну, чтобы мы друг друга понимали, надо просто в каждом конкретном слове вот эти вещи говорить. Что и как, и о чем. Просто нельзя ко всему подходить с одной линейкой. Дело в том, что это вот вопрос меры. Мы, кстати, его тоже изучаем на сессии. Вопрос меры – это очень важный. Как там, ибо какую меру и мерить, и такую и вам отмерить. Вопрос меры, он разный, и он не может быть стандартным для всех. Вот то, что мы на сегодняшний день имеем, вот эти вот стандарты, стандарты мер, ими нужно пользоваться очень аккуратно и очень ограниченно. Меры, которые, меры, которыми мы пользуемся в нашей жизни, их огромное количество. И смотрите, вот просто обратите внимание на нашу пядевую систему, то есть это не система мер как такова, это система пропорций. Как это подходит мне или не подходит. Именно я собой измеряю мир. Именно такой принцип, он заложен именно в понятии самой меры. И, соответственно, разная шкала, разные деления, разделения, разные единицы, что ли, вот в этом во всем. То есть этот процесс очень многомерный на самом деле. Вот подходить ко всему, так как вот мы сейчас привыкли подходить с точки зрения плохо-хорошо, там нравится-не нравится, давайте померяем все линейкой, сантиметрами. Или как сейчас вот мы играли в капитализм, мы все меряем некой денежной единицей, все меряем. Вот. Песня такая у Битлз была, любовь нельзя купить. То есть пытались и любовь померить. То есть это, наверное, процесс естественный, но он ненормальный. Поэтому моя точка зрения, ко всему нужно подходить исключительно индивидуально, исходя из образности, то есть из многовариативности различных вещей. И использовать меры нужно, ну, как говорится, каждый для своего. Хорошо. Вот Колесников Денис хочет уточнить у тебя. Я очень хотел попасть к вам на обучение. Заполнял форму с вашего сайта, но ответа так и не получил. Как же к вам попасть? Вот помоги, пожалуйста, Денису. Дорогой Денис Колесников, сам лично помню, что вам ответы посылались, и вы даже с нами находились в переписке. Ну, это я не к тому, что ответов никаких не было. Скажу вот что. Все, кто подавали заявку, все, которые у нас есть, мы повторим сейчас, вот в ближайшее время, наверное, на следующей неделе, повторим рассылку, спросим у всех вашего желания, принять ли участие в сессии наркоимик, готовы ли принять. То есть, всем будет проведена еще раз повторная рассылка, и вы сможете, собственно говоря, принять участие в этой сессии. Проблем абсолютно никаких нет. А самое главное, на что я хочу обратить внимание, абсолютно все заявки, которые были поданы нам, они все были отвечены, на все были даны ответы, со всеми была проведена работа. В основном люди отвечали, ну, как сказать, на наши письма. Очень редко те, кто оставляли вообще без рассмотрений. Но мы, в принципе, посылали даже смски на телефоны людям, для того, чтобы люди посмотрели почту. Потому что у каждого свой ритм жизни, не все, бывает, пользуются электронной почтой, но телефоном пользуются практически все. Поэтому я могу с абсолютной ответственностью сказать, что каждому человеку, который подал заявку с нашей страны, приходили либо письма, либо уведомления о том, что делать дальше, о том, как и что происходит. Поэтому, Денис, я с удовольствием буду вас рад видеть на Аркаиме. По-моему, вы из Красноярска, я насколько помню. Ну, откуда-то, так скажем, из Сибири. Поэтому можете приехать, никаких проблем здесь не будет. Вопрос от Виктора Леонидовича. Дополнение. Вот, например, научили тебя о Китае говорить, а ведь они чинайцы, чинай. А если бы сразу научили чинай говорить, видите разницу? Или спасибить многих приучили. Вот, расскажите, кто узнал, узнает, так здесь, кто узнав, наверное, так, да, кто узнав мысль, слов, сразу перестанет спасибить и начнет благодарить. Очень так заковыристо написано, тем более еще и непривычно для нас шрифтом. Я уловил, да. Дело в том, что, смотрите, ну, дело в том, что, Виктор Леонидович, что хочу сказать вам. Дело в том, что каждый человек видит то, что он хочет видеть. И это абсолютно истинно. Если вы, скорее всего, предпочитаете точность, вы обладаете, скорее всего, вот, техническим каким-то образованием, математическим складом ума, для вас это является ценностью. Ну, вот, представьте себе, что, вот, бац, завтра вы проснулись, и вы полностью гуманитарий. То есть, для вас, вот, мера, точность стала неважной, ненужной. И для вас появляется совершенно новое, ну, как бы, новый простор. Вот, то, что, вот, как это, все отболело, а вот сейчас, бац, что-то надо новое. И вы начинаете в этом новом что-то начинать делать, сотворять, исходя из вашего уже имеющегося опыта. Ведь вы от этого не стали кем-то другим, вы от этого не стали хуже, вы не от этого стали лучше, вы не стали более правильным. Вот, дело в том, что правда у каждого своя. Вот, как это ни странно, правда у каждого человека своя. И у кого правда правдивее, об этом можно спорить сколько угодно. Это традиционная ошибка, в которой попал на сегодняшний день весь мир, в том числе и русскоязычный. Нельзя все мерить с точки зрения правды, потому что правда это вещь настолько относительная. Вот, есть истина, вот она едина для всех. И если мы свою правду будем сопоставлять с этой истиной и будем видеть, как это делают другие, тогда мы будем понимать лучше. И тогда наша правда не будет нам мотиватором для того, чтобы сделать другого более правдивым. Ведь тот подход математический это ведь подход соответствия. То есть есть некий эталон, которому нужно соответствовать. Виктор Леонидович, дело в том, что соответствовать какому-то эталону это значит не соответствовать себе. Вы просто судя вот этой простой логики. Если вы будете соответствовать себе, то все эталоны, которые для вас были, они превращаются просто в ориентиры. Они не перестают быть незначимыми. Они не перестают быть значимыми, вот так скажем. Они просто обретают другой статус. Вы просто в нужное время можете воспользоваться нужным образцом. Всего лишь навсего. Поэтому с моей точки зрения китайцы они называются, чинаец они называются, ариман они называются. Ровным счетом не имеет никакого значения я с точки зрения логики. Это одно и то же. то есть это название конкретного народа. И самое главное в этом во всем, чтобы мы друг друга понимали. Ведь наша речь, ее основное назначение, она предназначена для того, чтобы один человек понимал другого без искажений. А не для того, чтобы один человек заставлял другого быть или соответствовать какому-то эталону или какой-то правде. Вот этому надо учиться, а не развивать свое мастерство в очень изящном соответствии, вот процессу соответствия какому-то эталону. Эталонами безусловно нужно мыслить, но там, где нужна точность, ну я не знаю, например, в метрологии или там в поддержке полета самолетов или движения там по железной дороге поездов, там должна быть четкость, точность. Но в обычной жизни, в обычной жизни все гораздо объемнее, все гораздо многомернее, все гораздо плавнее, и там точность очень относительные понятия. Кстати, слово точность тоже это одно из слов, как и слово ложь, которое практически на каждом занятии мы разбираем и просто я показываю с точки зрения именно образного восприятия, что это такое на самом деле. Благодарю. Пляшем дальше. Казак задает вопрос. А свои учебные планы обсуждали с кем-то? Ну, например, в Азгороде и Ирисском? Не уйдете в сторону. Благодарю. Казак, да? Казак. Хорошо. Хорошее название. В нашем прошлом эфире, который у нас был осенью, по-моему, прошлого года, мы говорили о том, что мы не являемся никакими представителями никаких существующих или существовавших училищ, направлений каких-либо духовных, в том числе и славянского толка. Мы не имеем никаких благословений действовать от имени Азгарского училища. Поэтому здесь я могу сказать так. Мы не ставили своей целью и не ставим своей целью соответствовать кому бы то ни было. Мы в своей работе опираемся абсолютно на все учения, которые когда-либо были и которые есть сейчас. Опираемся на них с точки зрения их рациональности и практического применения в нашей жизни. Дело в том, что если говорить про Азгарское училище, то это очень мощный инструмент, очень мощный институт с точки зрения духовности. Это безусловно прорыв. Это такая очень мощная информационная база, которую изучать еще и изучать. Мы безусловно пользуемся теми знаниями, которые мы получили там же, в этом же месте. Но это не значит вовсе, уважаемые слушатели, что мы должны стремиться соответствовать тем критериям, которые они установили. Дело в том, что мы не знаем этих критериев, наверное, их никто не знает. И поскольку я, опять же, сказал чуть-чуть пораньше, мы не являемся никакими их представителями вообще ни в каком плане, мы даже не знаем, что соблюдать. Поэтому ваш вопрос, уйдем ли мы в сторону или нет, я не могу на него ответить вот так, как бы, наверное, стоило бы ответить. Я не знаю, какая там сторона и как от нее можно отойти. Просто мы опираемся на то, что сегодня, сегодня действительно, действительно понято, проверено и работает. А Асгардское училище эти знания выдало или уважаемый мной лично товарищ Трихлебов или тот же самый Николай Левашов или тот же самый Казачий Спас, который мы тоже тут изучали и прочие люди, которые, я не буду их называть, которые действуют на сегодняшний день, они просто совсем не на виду и не хотят быть на виду, но тоже обладают достаточно серьезной практической базой. На все мы на это опираемся. Безусловно, всю ответственность, которая лежит за действием нашего учреждения, мы, естественно, ее на себя взяли и все, что мы делаем, мы за это отвечаем в полном объеме. И самое главное, вот в вашем вопросе есть на самом деле подводные камни, вот только сейчас я его почувствовал. Дело в том, что это типичная ошибка абсолютно любого человека, который идет куда-то учиться. Он считает, что если он не научился тому, что он желал, то значит, в этом виноват учитель. Дело в том, что на самом деле обучение несколько построено иначе. Если вы хотите стать лучше, вы станете лучше. Если вы не хотите стать лучше, то всегда будут виноваты все. Мы в своей работе опираемся исключительно на ваше самостоятельное решение. То есть, на решение человека действительно познать непознанное. А человек, который идет в ожидании чуда и потом его не получает, ну, просто скажу откровенно, на такую вот методику, по такой методике работает очень много на самом деле учреждений, организаций, ну, и отдельных мастеров. Можете заниматься там. У нас условия абсолютно естественные. Если вы хотите учиться, учитесь. Мы вам в этом поможем. Мы вас никуда специально заводить в какую-то сторону не собираемся. Вот. Вы пришли за тем, зачем вы пришли. Если вы получите то, что зачем вы пришли, значит, это наша совместная заслуга. Прежде всего ваша, поскольку вы инициатор. А если вы пришли для того, чтобы ну, как это назвать там, чтобы вас сделали счастливым, то я вас уверяю, вот, по крайней мере, в нашем учебном процессе маловероятно, что может получиться. Дело в том, что немножко поделюсь вот, из своего личного опыта. Я очень, ну, практически на каждом мероприятии, который был с моим участием, я сталкиваюсь с такими людьми, которые говорят, ну, пришли за тем, чтобы со мной поспорить, чтобы мне доказать свою правоту и мою неправоту в каких-то вопросах. И в то же время они пришли ко мне, а не я к нему. Это достаточно распространенная ситуация, это, в принципе, люди, которые, ну, реально просто заблудились, заблудились и растеряны от того, что они заблудились, но они очень сильные. Они обладают достаточно сильным духом, который делает их уверенным вот в своей жизненной позиции, но в то же время они все понимают, что что-то они делают не так. И вот это понимание, вот это понимание, которое им недостает, они пытаются получить вовне. Ну, вот таким своеобразным способом. И я вас что могу сказать? Вот раскрывая свою душу, делая себя более чувственным, более воспринимающим мир, вот это ваше мастерство, вот это могущество получения вот того, что вам недостает. Оно так усиливает его. Самое главное здесь разрешить себе быть самим собой. Не казаться быть таким вот, ну, не знаю, мачо, а просто быть самим собой. И как только вы станете самим собой, вот разрешите себе быть несовершенным, разрешите себе быть неправым, равным всем остальным при всем том могуществе, которое вы имеете. Это путь к раскрытию души. И как только вы это сделаете, она сама распахнется, и вы сразу все увидите, где вы конкретно совершили ошибку, где вы что не заметили, где вы через чего прошли и не обратили внимания. Вот это очень важный момент, которому мы стараемся помочь людям на сессии увидеть себя. Потому что на самом деле очень сильных людей, но таких сухих, что ли, я даже не знаю, как это сказать, вот таких очень сконцентрированных, таких острых мечей, ножей очень много. И они собственно по праву действительно такими являются, но сами не хотят быть такими застренными. И это очень часто, к сожалению. Может к радости, но в любом случае все это решаемо, очень даже легко. Главное себе разрешить изменить себя. Хорошо, Ингварь задает вопрос в эфир. А разве у наших предков было понятие страшного суда, о котором ты здесь обмолвился? Что первый страшный суд это такой-то? Благодарю Ингварь. Дело в том, что понятия у наших предков о страшном суде естественно не было, но мы же живем сегодня, и у нас есть сегодня определенные понятийные базы. Если вам не нравится слово страшный суд, вы можете его не использовать. Просто я это произнес для того, чтобы дополнить ту суть того, что было сказано про суд собственной совести. То есть христиане это называют страшным судом. Страшной суд. Опять же по поводу мы опять же на эталоны сейчас уходим. У наших было предков, а сегодня у нас нет. Значит мы живем неправильно. Или они были правильные, а мы неправильные. Друзья, это и так и не так. Давайте отходить от этих стандартов. Хорошо, плохо. Вам понятно было сказано, что такое суд собственной совести. Понятно или непонятно. А кому-то понятнее сказать, что это страшный суд. Вот есть же люди, их достаточно вы видите вокруг себя, которых есть совесть, но они пользуются ей очень ограниченно. Для них собственно понятие совести и угрызений совести и вот этих душевных мук для них может быть просто не существует. Но понятие страшной суд для них знакомо. Ну, почему бы собственно говоря не использовать для этой аудитории это понятие. Ведь оно не противоречит ни тому ни другому. И заметьте, Ингвар, я не приписывал слово страшный суд к понятиям наших предков. А вот он написал нет, когда говорят про страшный суд, мне непонятно. Чего мне бояться-то? Друзья, суд не для того, чтобы бояться. Суд это экзамены вы сдаете в школе, это тоже суд. То есть, это определенное испытание человека, когда он начинает осознавать свои итоги, итоги своей деятельности. Ну, я не знаю, вот самое простое испытание, там, пробежать сто метров на время. Это же тоже испытание. Пробежал, тебе до этого казалось, что ты, ну, как все нормальные, пробежал хуже всех. Или, наоборот, пробежал там на мировой рекорд. Нифига себя, я и не знал, что я такой. Вот это и есть суд. То есть, когда есть определенная задача, ты к ней стремишься и получаешь определенный результат. А этот определенный результат уже, ну, как итог. Он рассматривается под любым углом. Но только ради бога не поймите, что он рассматривается на соответствие каким-то эталоном. Он рассматривается на соответствие тому, чего ты хотел и на самом деле получил. Вот чему идет рассмотрение. Чтобы не было переоценки себя и чтобы не было недооценки себя. То есть, самый лучший результат, это когда ты поставил правильную цель и достиг ее в нужное время, в нужный срок, с нужными условиями, с нужными характеристиками. Вот это есть правильно. Казак, вопрос в эфир, вернее, так сказать, дополнение. Никаких ко мне в моем вопросе нет. Тем более, не спорю и не учу. Вы говорите, например, об изучении хорийской арифметики. Есть изначальный материал из одного источника. Вопрос. Вы его материал сами трактуете или доводите по первоисточнику? Хорошо, я раскрою. Раскрою тайну золотого ключика. Да нет, нет, тайны тут никакой нет. Хорийская арифметика, да, это название Засгардского училища. То есть, мы его не стали никоим образом переименовывать, оставили так, как есть. Что мы здесь изучаем? Мы здесь изучаем, вот на первой сессии мы изучали таблицу сложения. То есть, наши простые числа от 1 до 9 мы складывали друг с дружкой. То есть, допустим, 1 плюс 2 это одно значение, а 2 плюс 1 это другое значение. Вот с точки зрения образности, вот наша сегодня современная математика, она говорит, что 1 плюс 2, что 2 плюс 1, одно и то же. А вот с точки зрения хорийской арифметики, это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Но результат один. Ну, в частности, чтобы было понятно, 1 это буквица а, 2 это буквица веди, а 3 это буквица глаголи. То есть, что 1 плюс 2 будет глаголи, что 2 плюс 1 будет глаголи. И с точки зрения современной математики, ну, вроде бы, все же так. Но на самом деле, вот буквица глаголи в первом арифметическом действии раскрывается одними гранями, а во втором арифметическом действии другими гранями. Но это и есть буквица глаголи. Это совершенно разные грани одного и того же образа, которые, кстати, не раскрыты нигде. И их раскрыть, ну, словами будет достаточно сложно. Поэтому через вот эту работу, работу души и работу с образами можно увидеть грани известных нам буквиц совершенно другие. И каждый человек, который присутствует на этом занятии, дает свои грани. они дополняют все друг друга и получается совершенно другой, другой абсолютно образ, который себе даже представить невозможно. Вот скажем так. То есть, что касается хорейской арифметики, скажу так, планы такие. Мы изучим, ну, все знают, что такое арифметика, это плюс-минус умножить-разделить. Мы за время нашего, так скажем, двухгодичного обучения, что касается хорейской арифметики, изучим все сложение, все умножение, все разделение и вычитание. Вот такие задачи. Но это все будет связано именно с образами. Ну, вот как пример я вот вам могу сказать. Сегодня современная математика, она говорит один плюс один. Чего один первый, чего один второй? Непонятно. Вот вопрос такой, можно ли сложить корову с паровозом? Современный человек скажет, виска покрутит и скажет нет. А хорейская арифметика скажет, что можно сложить и объяснит, почему и как и что в результате будет. То есть, почему именно хорейская арифметика? Потому что это знания именно хорейские. Это именно знания зеленоглазых людей. Именно оттуда они взяты. Да, безусловно, источником изначальным, как бы основным источником является Асгардское училище, но мы этот вопрос, так скажем, добавили, расширили за счет других староверческих знаний и, собственно говоря, самого главного это личного переживательного опыта. Ну, не только, так скажем, моего, а других людей. То есть, это все рабочие вещи. Хорошо. Так, один из вопросов я пропущу, потому что здесь немножко не касается темы именно сессии культурного нашего центра слова. Следующее читаю. В эфир от Виктора Леонидовича каждая точка излучает, каждый знак слова излучает свое. Вы не знаете этого, потому, говорю вам, подумайте. Благодарю, Виктор Леонидович. Я обязательно над этим подумаю. Непременно. Непременно. Нет, я не шучу и не отговариваюсь. Я подумаю. Вот и подумай. Я подумаю. Хорошо. Ну, ладно, мы все вопросы озвучили. Здесь некоторые реплики еще идут. Вот, например, Мангварь написал про то, что я не совсем не так, немного другое имел в виду. Ну, в общем, понятно. Я вообще думаю, что если вот, например, сейчас я стал вдруг ни с того ни с сего говорить на старом славянском каком-нибудь языке, так, на тысячу лет, так, или на две тысяченки лет меня туда перебросить, вот, и правильно бы вставлял звуки, которые хотя бы представлены вот в буквице, то, наверное, я через каждое предложение останавливался и думал, а что я сказал? Современному человеку тяжеловато иногда воспринимать некоторые слова. Да, к этому надо подходить, но, наверное, подходить не в открытых таких эфирах, где надо быстро мысли доносить, чтобы это всем было понятно, а в каких-то специфических программах, рассказывающих о нашей древности, о буквице, о правильном изложении мыслей, в образности, нашего языка, об образности. Вот такие передачи, наверное, да, должны быть обязательно, и они должны быть специфические и именно посвящены этой тематике. Если же сейчас мы в передаче начнем очень много начнять, то в том случае передача будет растягиваться, будет уходить основная мысль, и, наверное, мало к чему хорошему это приведет. Я вот так думаю. Вот. И тут еще был вопрос от Елены 777. А что же все-таки получится, если сложить корову с паровозом? Давай не будем отвечать на это. Я могу ответить. На самом деле очень просто. Давай, извращенец, давай. Будет одна корова и один паровоз. Нет, будет не корова, будет остатки от корова, висящие на паровозе. Нет. Будет одна корова и один паровоз, лежащие вместе рядом. Это какой-то паровоз медленно ходячий. Я себе представляю, наш паровоз вперед летит, кому не остановка. В этом как раз и есть ошибка современного человека, что он считает, что сложение это растворение одного в другом. Сложение это сложение. Вот. Если говорить про плюс, смотрите, у нас есть сложение, есть складывание, есть суммирование, есть, ну, как это, прибавить, сбавление. Вот. И все это разные действия, но все это означается одним знаком плюс. То есть это мы все проходим, я просто как бы поясняю, что сложение это не растворение одного в одном, поэтому паровоз с коровой объединять не надо в одно чудовище. Сложить корову с паровозом это значит рядышком положить корову с паровозом и будет одна корова лежащая рядом с лежащим паровозом. Ты знаешь, когда мухобойка складывается с мухой, то как-то рядом мух я особо не наблюдаю, я наблюдаю, что что-то вместе слилось. Ну, Но ты ее не складываешь, ты там и кратко и делаешь. Они объединились, они объединились очень плотненько. Ну, ладно, мы, в принципе, все вопросы уже разобрали. Я думаю, что понятно, что некоторые слова применяются где-то по привычке, а иногда с неким умыслом для того, чтобы было понятно что-то, а иногда с умыслом для того, чтобы разворошить наоборот ум и чтобы появились какие-то вопросы, а почему так, а почему не это, а разве у нас так было? Любой из этих вариантов имеет свои плюсы. Главное, чтобы эти плюсы уметь извлекать из передачи. Вот, мне кажется, это самое важное. Если человек здравомыслящий, он плюсы будет извлекать из жизни всегда, во всем. он будет учиться, постигая что-либо. А если здравомыслей пока не хватает, то он даже находясь в этих плюсах, явно находясь, все равно будет видеть минусы. Как мне говорил один знакомый, что тот, кто оптимист, даже на кладбище видит одни плюсы. Ну, ладненько, давай, наверное, будем подводить итог нашей сегодняшней замечательной встречи. Я тебе предоставляю последнее слово, господин подсудимый. А ну-ка, скажи что-нибудь в заключении хорошего. Друзья, я, надеюсь, раскрыл тему полностью. Я надеюсь, что вы действительно услышали то, что я пытался сегодня проявить в наш мир через Народное Славянское Раде. Я надеюсь на то, что наша встреча для вас обрела только одни плюсы, что вы обрели в результате этой встречи только одни плюсы, что вы обогатились, что вы теперь обладаете необходимой информацией о том, что существует такой центр слова, что он может оказать помощь на пути изучения себя, на пути изучения вед, на пути изучения мира, на пути саморазвития, развития и приумножения добра, на усиление нашего рода и, собственно говоря, на качественное взаимодействие с богами наши. Я искренне рад нашей сегодняшней с вами онлайн-встрече, желаю вам всем всего самого наилучшего, если кто все-таки заинтересовался в наших возможностях и готов принять участие в наркоиме, подавайте заявки на сайте, мы обязательно всем ответим, вот, с вами свяжемся и приглашения для вас будут, ну, в итоге встреча состоится в любом случае, поэтому буду раз вас всех видеть с вами посотрудничать, то есть посотворять. Благодарю. Ну что же, у нас получился развернутый эфир, несколько мы пытались снести оптимистичные нотки, но в чате есть более оптимистичные слушатели, чем мы с тобой вместе взятые. Виталий написал, корова плюс паровоз равняется, корова едет на паровозе, вот так все просто, не валяется в стороне, не расплющена как муха при встрече с мухобойкой, а именно едет, наслаждается этой жизнью, ей хорошо, и пусть всем будет тоже хорошо, как той корове, которая села впервые на паровоз, едет довольно счастливая. Представляете, какая у нее улыбка, особенно, когда паровоз идет на полной скорости. Ну что ж, заканчивая сегодняшний наш эфир, я напоминаю, что по одному из современных календарей 8 июня 2016 года среда, по одному из старинных 18 день месяца ветров 7524 лета шестица, мы говорили про новую сессию Славянского Ведического Культурного Центра Слова, главный соведущий Арисвет Сергей Павлов проводил этот эфир, отвечал на все ваши интересные вопросы, надеюсь, что эфир принесет всем нам много-много пользы, вернее, сказать так, то, что было услышано в этом эфире. Я с вами прощаюсь, напоминаю, что с вами было Народное Славянское радио и Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся!